Средоточие ВВшников, которые с щитами, стучав щит в щит, окружали площадь независимости. А мы были подлятскими воротами и понимаем, что мы, наверное, уже никуда тоже не можем уйти. Я тоже летел на всех парах. И по иронной доле, как раз сегодня ночью, как выяснилось с хлопцем, он сейчас все батальону К2, Игоря Савчук его звать. Мы жили в одному подвір'ю, но про исчезнования одного не знали. И как раз мы на его машине подъезжали до Майдану. Мы, когда поднимались по Андреевскому взвозу на машине, шли бабцы и дети. Было около 70. И мы говорим, что вы на Майдан? Так. Но мы их подвезли. И мы запитываем, что же вы будете делать? Ну, чим вы можете помочь в штурхане с Беркутом? Они говорят, что я хоть достичку принесу, а я чай буду разливать, сказала, эта женщина. Ну, такие особенные спогади. Понимаешь, что мы, наверное, уже никуда тоже не можем уйти, потому что вот они... Вот это мой дом, Егеновская площадь, это место, где я прожив зиму подчас Майдану, поэтому при будь-якій нагоде я сюда приходжу. Майдан, зокрема, мене навчив, что один в поле не воин, а когда мы вместе, мы можем творить чудеса. И каждый, кто был на Майдане, помнит, что на Майдане были и бедные, и богатые. И бедные помогают многому, и это симфония, это співпрация, это синергия, и помогла нам вистояти холодную зиму и на весне святкувати перемогу. Два роки назад, все мы знаем, какие происходят на Майдане, которые происходят на Майдане. Вбивали людей, проливалась кровь. Мы просто, как студенты, не могли выходить на Майдан, брать зброю, палки в руки и бить. Мы хотели бы помогать как-то по-инокшому. Чим можем, как можем. В первой часу ночи до отца Ивана Сидора, который был, можно сказать, главным на дзвонице, главным звонарем, и поскольку его номер был на сайте нашего монастыря, ему начали звонить люди из разных стран. И просить, чтобы Михайловские звонки начали играть, потому что, на жаль, тогда было очень мало людей. И сили, которые беспокоили народ, которые били народ, которые стреляли по людям, за НАТО переважали. Ну и в свою очередь, отец Иван взял благословение в намисника монастыря и начал бить на бат. У нас по третьей ночи ночи, а сегодня 11 грудня 2013 года, и на Майдане планируется проводить зачистку Евромайдану, и поэтому Михайловский монастырь принимает активную участие в том, чтобы этого не произошло. А каким образом мы этого не звоним? Внешний, первый вспоминка, это уже когда мы приезжали на Майдан, и уже увидели, что много людей, и Беркут просто текался. Но это была маленькая победа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok